Сегодня мы приехали по адресу улица Артемова, 142. Нас попросили подписчики посмотреть, что случилось с домом. Как видно, он весь разбитый, сгоревший. Весь двор такой. Тут весь район под снос будет. Ну, кроме вот того дальнего дома. А вот эти все вот тут. Получится квадратик. И там дальше. Вдалеке тоже они все под снос будут. И вот мы прибыли на очередной адрес, улица Киевская, 78. Посмотреть состояние квартиры. Номер 70. По просьбе Сергея Калюжной. Стой тут, я тебе говорю. Квартира 70, это где? А прикинь, там сейчас откроем дверь, а там ну ничего. А крыса кто-то живет еще? Блин, крыса 70. Это здесь, да? Наверное. Афихово. Короче, как видно, квартиры нету. Весь девятый, вообще девятого этажа почти нету. Человек. В принципе, да. Может кто-то и живет. Так, ну, проведем, и не в принципе. Может кто-то и живет. Может кто-то и живет. В общем, в дом прилетел снаряд, пострадал девятый, восьмой и седьмой этаж. Там все обрушено. Получается, прилет был, я так понял, сверху. И все обрушилось по седьмой этаж. В общем, я не знаю, дом, наверное, под восстановление, потому что вся остальная часть дома целая. Но этот этаж я не знаю, как будет восстанавливать. Ребята, всем привет. Вы на нашем канале Прогульщики. Сегодня мы приехали по адресу Латышева, 35, к Валентине Алексеевне. Как мы ей обещали, мы привезли ей 4 баклажки воды. Она у нас просила, прям очень просила что-то сладенького, там печенюшек она просила, яблок просила. Мы ей взяли еще бананчик, там спичек, повербанк, фонарик. В общем, дальше все покажем, дальше все расскажем. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, мальчики, не забыла, но, наверное, пропали. Выкинем их, креветки эти. Выкинем. Конечно, выкинем. Выкинем. Ой, ребята, как мы не обещали, мы привезли. А, ребята, вы выльете, я 6 дней по-большому не ходила, тут столько жидко. Ладно, я вылью. Ну, вы, ой, пожалуйста, а. Пожалуйста. Как у вас дела? Направо. Как у вас дела? О, я забыла. Мне надо это. Ой, спасибо. Свечи. Бананчик. Ой, спасибо. Вот вам конфеточки покушайте. Ой, спасибо. Печенье покушайте. Ой, спасибо. Держите вам еще сосисок и сырка. Мои вы золотые. Ну, а все остальное тут у нас получается. У тебя, кстати, фонарик прям вот так. А, газовым баллонам показать, как пользоваться, или вы уже разобрались? Не, не пьет. Сжигалку отдай. Сейчас вам мальчики покажут. Сами отцепят. Ну, от себя. У нас подписчики, в основном, с Россией. Нам скидывают деньги, поэтому купите. А это русские, да? Ну да, сейчас же гривны уже не ходят у нас. Уже не у нас не ходят. Нет, вообще не ходят. Слышите, мальчики, а у вас помельче нет? Нет, да, просто мы сейчас мелкие все потратили на еду, на воду, как раз на все это. Скажите, а это чья квартира? Это квартира, тоже она инвалид, но она за границей сейчас. А как вы здесь оказались? А оказалась я здесь, мальчики. Я с 37-го дома, вот что разбомбили, который опатывал. И вот меня, я услышала, что нас будут бомбить. Так я давай, давай, давай. А у вас еще нога была полчаса, да? Нет, мне с 15-го года отрезали. И вот я слышу, они разговаривают, что будут нас бомбить. Наш дом, наш и 39. А кто они? А два парня. А военные какие? Знаю, мальчики, было как раз темно, не знаю. Терку купить думала еще? А есть у меня. А, о, точно. Ну вот ей как раз по третию. Я по тру, у меня есть. И вот, это Ванечка, а я ему и говорю, это им, ну того другого не знаю, как звать. Ну а этот, который меня нес оттуда, со второго этажа. То есть он вас военный нес? Не знаю. Просто парень. Парень и все. И вот, он меня принес в подвальное помещение, вот в этом доме. Подвальное. И посадил на приступках. Я говорю, а здесь бомбить будут? А он, не, здесь уже, что надо было, все упало, все побомбили. Вот, подвал вот этого дома. У меня дочка старшая, я вот тут с ней жила. У меня сделали операцию, и я с ней жила. А где щелточка? Убили. Извините. Ничего. Но я, ой-ой-ой-ой-ой. Прямо вообще. В общем, только что, только что мы вышли, и вон там летит вертолет. Летит вертолет. Ну вообще, там с той стороны что-то горит, вот только что мы вышли от бабульки. А там как будто взорвалось что-то? Не знаю, что взорвалось, не взорвалось. Все, Маруполь. Как прикол есть. А мы тут собрались на турники пойти, вон. Там, вон, пацаны тренят, думали с ними. Так гляньте, какой дым, он где-то рядом вообще фигачит. Здорово. А что-то горит, не знаешь? Не знаю, побегай, я смотрю, друзья. Ага. Не знаю, я что-то думаю, что может быть в этой скорости. Страшно тоже. Перья. В общем, только что Максим пытался еще раз сделать сальто назад с турника и ударился головой об турник. Это просто же. И главное, в это время я хоть не снимали. Короче, сейчас быстро едем в больницу. Слава Богу, все хорошо, целый, целый. Только голова. Голова рассечена. Сейчас быстро в больницу и там скажут, что-то как. Так что, пацаны, треньте аккуратно. Даже очень аккуратно. Лучше не делайте ничего, даже если маты есть. Если вы в себе не уверены или вы не знаете технику. Он был уверен. Хотя он был уверен, да. Я просто не уверен днем, я видел, что он может это делать. Я просто забоялся, чего-то. Короче, что, он немного забоялся. Короче, пацаны, воркаут это тяжелый случай, будьте очень аккуратны. Врач посмотрел, сказал, идите на рентген. Заходите. Только туда, жить будешь. Все идеально, просто маленькая рентген, твоя вшина лакомится кровью. Большой разряд? Нет. Пацаны, вы его видите? Там небольшая ссадина. Маленькая. Там просто кровь, потому что. А, что-то крови так много. Ну, сосуд. Бывает, и палец чуть-чуть порежешь, а оно не останавливается дома. На сосуд попал, на какой-то маленький, все. Особенно на голове. Все. Сейчас я тебя там трое справлюсь. Потом тут тебе, ну, вытереть это и все. Да, все тут хорошо. Ну, да, так как вы мне снялось, все хорошо. У меня там малейший, просто малейший царапинок. Оно попало, оно просто ударился сосудом. И вот тут столько крови. Короче, больше кипишу, чем дело. Но все равно спортом занимайтесь аккуратно. Соблюдайте технику безопасности. Все будет хорошо. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем здоровья и удачи. Пока.